Лайфхак от садовника. Мы начинаем готовить вкусный ужин. Таня, Таня, ну не золотистый, не добавляй лука. Так иди отсюда. Мне, кстати, было бы там говорить. Да? В центр города. В центр города большого. Еще один. Не терпится. Мы побежали. Доброе утро. Доброе утро. Мой садовник снова вернулся. Садовник, в деле. У нас кто дарит, тот и ухаживает. Надо, может, листики, там же тебе посоветовали. Может, теперь, которые в вазе, оторвать их. Чтобы дольше стояли, вроде, говорят, надо листья отрывать. 80% листьев надо отрывать. Ну, тем более, сейчас они в вазе, вот эти вот отрывать. Ну, их подрезать каждый день надо. Вчера вечером не подрезали. Вечером не подрезал? Ай-яй-яй. Садовник вчера прохляничал. Вот он сегодня с утра занялся цветочками. Кстати, подрезать удобно ножом для бумаги. Ну, если у вас, конечно, есть секаторы, крутые. Вопросов нет. Лайфхак от судовника. Да, но если у вас нет суперослых ножей, то вот этот вот прямо... Ай, тихо-тихо, тут уже у неё головёшка. Вот розы, как не ухаживай, они всё равно вот это. Несколько дней и... И до свидания. До свидания. Жалко? Конечно. Ну, что делать? Ну, такие красивые. Ну, и цветы. Говорят нам до свидания. Говорят, розы делают это очень быстро. У нас дети ещё спят. Ну? Мы уже поработали. Сейчас попьём кофе. У нас тут варится кашка. Вот такая вот. Шесть злаков. Аж шесть злаков. Аж шесть злаков. Не поменились. С сырком сейчас её поедим. С кунжутиком и все дела. Угу. В общем, всем доброе утро. Ладно, всем доброе утро. Давай, работай, садовник. Да, да. Букетик замочил. Ну, видите, ваза теперь новая. Красиво как всё выглядит. Не нарадуюсь. А ты её где купила? А я в этом филе... В Leroy? В Leroy купила её, да. Люблю вот такие вот цилиндры. У меня всё более, как сказать, узенькие такие. А тут поставил сразу для такого шикарного букета. Может, не шикарного? Ну, и чё? Ничего, так букетик. Ладно, пойду постель заправляю. Пойдёмте. Неси, неси вот это. Пойдём, Макс. Макс, это... Мама-то только пересыпала эти лего. Не надо их оттуда доставать. Девика, у вас эти формочки. Песка, может, какие-то. Формочки для песка. А не, если на балконе, может. На балконе? Мне кажется, на балконе я видел. Сейчас поищу. Так. Давай я вот эту растелю. У нас есть специальная. Ага. Купленная изначально для других целей. Но как-то особо не пригодилась. Ну, для разных целей. Глотка прямо. Ну, да. Ого, какая большая! Клеёночка. Ёлочка! Ха-ха! Ой. Ой, лишь бы подурачиться, а? Пальчиковым красками рисуем. Ну? Такие вещи лучше в ванной делать. Пальчиковым красками рисуем. Да ладно, Кика, давай этот пакет с песком. Я сначала только... Ну, там у нас... Ой, тут подожди, подожди, тут прям песок. Это из Таиланда, мне кажется, как привезли. О, моё. О, песок Таиланда, собирайте его срочно. Почему? Не знаю, он не дурак. Давай ведь этот вот песок. Или даже не Таиланда, а этого. Скорее всего здесь, может быть, Китая. Таиланда, Таиланда. Не, это Китай уже. Это Китай. Это надо... Какие игрушки, если вы выбираете, их надо помыть? Я выбираю! Мне кажется, Макс, типа, лучше. Для этого ещё видеоролики. Ну, правда, они мухлые станут, да? Ну, наверное. Да, и что их мыть-то? Ну, вот эти, что их мыть-то? Задай их. Тим, вот это зачем мыть? Не мочи ничего. Ничего не мочи. Ты, наверное, не из-за подписка. Тут, мне кажется, столько песка нету, сколько у нас формочек всяких разных. Кто-то дырка такая. Кто-то отсыпал себе из него магазин. А он вообще с формочками делается или просто руками, мне кажется, не работает? Это он какой-то, да? Он же кинетический. Да нет! Ну, он с формочками тоже. О, какой приколь! Такой сыпящийся. Живой песок. Садись сюда. Это реально песок, просто он покрасился. Садись, вот делай паровозик. Нет, он такой особый песок. Садись сюда. Я возьму вот это. А сюда будем делать паровозик. Опа! Видишь, какой паровозик получился? Ну вот, играйте. Ну, собственно, да. Я думаю, вам. Смотри, какой классный, да? Должно быть интересно. Вот, тут и машина у тебя есть, смотри. Можешь загружать. Песочек. И этот танк. Ну. В общем, ладно. Ну ладно, потом постараемся все это собрать. Ну, кстати, а вы играйте. Давай, вы играйте. И контролируй брата. Чтобы он не унес это никуда. Машина, чтобы не поехала в зал, там, в пальму и так далее. Да, да. Даже мало, чтобы просто не уходило. Да, не уходило. Ого, какой крутой домик. Еще такой твердый. О, обалдеть. Еще классно лепится, слушай. Да. И не так вот рассыпать. Не, ну можешь вообще лепить хоть руками, хоть формешками. В общем, как хотите, так и играйте с ним. Ага. Хорошо. Дети трутся на кухне уже. Мы начинаем готовить вкусный ужин. Сегодня у нас будут вот такие вот грибочки. Шампиньончики. Я вообще думала, у нас будет смесь грибов, но папа наш купил шампиньоны. Поэтому будем резать шампиньоны. Вот он. Хотела я с петрушкой, но петрушки у нас нету опять-таки. Будет с укропом. Нам понадобится лук, филешка, паста, сливки, немного сливочного масла и будет вкуснятина. И помощник. И помощник, который будет меня снимать. Ага, если тогда вообще есть проблема. Потому что Макс меня увидел такой, ура, папа. Все, давайте я начну делать ингредиенты. Так, ну Макс, идите с Викой, поиграйтесь, наверное. Тогда, Вика, возьми Макса на себя. Тогда ужинать не будет. Тогда, да, потому что он почему-то требует быть на руках. Слушай, ну ужин под угрозой. Под угрозой. Под угрозой. Не, Макс, не бери его. Он не снят просто. Не поднимай его на руки. Либо он будет без звука. Такая и пошла красивая музыка, как мы нарезаем. Это точно. В общем, режем филешку. Так, ну все, иди к детям, короче. В общем, Таня режет филешку. Давай я тебе поставлю, да? Ты там подкомментируй, а я пошел развлекать нашу молодежь. Так, ну я отбился от детей. Пришел помогать. Хотя бы тем, что подержу камеру. Ну рассказывай, что ты собралась тут делать? Ну сейчас поджарим маленько. Мяска. Мяска. Угу. Ну мне пока все нравится. Мне пока все нравится. Что-то еще не нравится. Ингредиенты меня устраивают. Я думаю, что это должно быть вкусно. Она первый раз готовит это блюдо, так что. Ой, ну, я думала. Мне, кстати, было бы там говорить. Да? Ну я тебе дал форум на случай, если вдруг все это. Да, если я готов. Тогда я первый раз готовлю. Обожательно. Да? Горячее невкусное не бывает, да? Я вот только начал снимать, вот тут же дети поедут. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Макс там песни поет. Так, ну в общем, обжариваем мясо, да, пока? Обжариваем мясо. Ну пускай обжаривается. Поставили воду для пасты. Угу. Сейчас закипит сразу, закинешь. Это же макароны, а не паста. Ну, макароны называются паста. Все макароны. Может, у итальянцев там даже паста, знаешь, между собой. Да, там каждый имеет свое название. Там каждая завитушка эта. И у нас вот на какой-то... Какая-то у нас коробка была с макаронами. И там прям были нарисованы вот. Там такие, такие, такие. И каждый там риготта, берет-то, бидотта, риготта. Я такой, ничего себе. Все равно запомнил. Ну, я как бы, знаете ли, я не шеф-повар, чтобы это прям запоминать. Ну, как у нас с тобой горючки нарисованы? Ну, примерно вот такими, наверное, да? Да ладно, они все равно жарятся, наверное, потом. Да. Шампиньончики. Прям один к одному. Крупненькие такие. Еще крупные, ага. Помешай, пожалуйста. Да не вопрос. Видите, я помогаю. Так что готовим вместе. Не слушайте ее. Не она все это. Да, в нужный момент помешать, это, знаете ли, та еще, помнишь? Ага. Нужная. А под руку что-нибудь говорить? Слушай, а ты вот думаешь, надо на такой температуре или может добавить маленькие? Это что же как бы делать? Иногда за это дело можно отплатить, конечно. Ой, ты страдаешь. Не, ну я. Опять начинаю страдать. Так, ну тут уже красота, смеши. Да. Блин, я сто лет грибов не ел в том моменте, как у нас был ротовирус. Ой, ну ты вообще не к столу говоришь. А перед этим мы ели грибы, и почему-то у меня вот ассоциативный вред в голове сработал. Вот это вот плохое самочувствие и грибы. Так, я думаю, я не могу теперь нагребить. Так, я думаю, это решает, что нет? Я думаю, даже хватит, но тут в последнем грибе. Так, да хватит, наверное, ну. Вот не буду уже нарисовать. А что тебе, Елена, грибочка, куда-то мы его денем. А там чу есть? А, смотри, мы-то, да, последний чу. Ну, тогда хватит, наверное, ну. Так, да золотистая обжарилась, значит, добавляем лук. Ой, точнее, побелело мясо. Ну, я думал, нет, пока не золотистая. Ну, Таня, Таня, ну не золотистая, не добавляй лук. Так, иди отсюда. Нет, я буду помогать. Я намерен помочь приготовить это блюдо. У меня отсюда, знаете ли, это, тракторами свернуть. Так, я возвращаюсь в кадр. Девайте, пожалуйста. Сразу взял такое-то. Чтобы это... Я, значит, мешала-мешала. Он такой взял камеру и взял такое. Ну, чтобы помешать. Ложечка. Помешать. Только помешать не готовке. Главное не мешать готовке. Главное мешать... Так, ну все. Лук с курочкой готов. Сейчас пошли на грибочки. Грибочки, укропчик. И все, это тушим. Ой, как это выглядит. Кстати, тушим не на самом высоком. Да, но у нас самое высокое это 9. Мы решили на 7. У нас еще есть 9 с точкой, 7 и просто 7 с точкой. Но мы за 2 года так и не удосужились открыть инструкцию, чтобы посмотреть, чем отличается 7 и 7 с точкой. Ну, оно быстрее. Ну, в смысле, это такое, между 7 с половиной. По 7 с половиной, думаешь, да? Ты уверена? Ну, я уверена. Я, ну, наверное. Мне кажется. Ну, просто, а зачем вообще так? Ну, инструкцию мы так и не посмотрели. Я все думаю, как убавить звук для вот этих переключений. Звук? Да, там можно звук убавлять. Ну, надо уметь заходить в настройки. А для этого нужна инструкция. А теперь я еще где-то надо найти. Ну, каждая съемка начинается с того, что я помешиваю. Так, у нас пошло сливочное масло. Ага, сливочное масло. Так, и... Маскану, наверное, можно доставать, ее потом еще тушить, поэтому я думаю, ее, наверное, до конца... Не до конца, да, варишь? До конца ее будем варить. Сейчас масло сам так все будет аппетит. Посмотрите, как все сразу. Ну, оно еще золотистости поедет должно придать, наверное, масло. А, с грибами запахло? Да? Ну да, и укропом. И укропом. Укроп тоже, как запашистый. Укроп надо было в конце кидать, что я сейчас думаю. Да ладно? Так, ну, а что, следующий этап? Все поджарилось. Я посолила, попертила маленькое. Так. Закидывай пасту. Которую очень много. Сейчас будем мешать. Которую, как и ловика, не паста. Заливаем сливочками. Такие, они жидковатые какие-то. Ну да, оно написано кулинарные. Кулинарные. Да, это я думаю... Сейчас перемешаю, посмотрим на паст, короче, сейчас. Сколько их там надо, да? Сколько их там? Дайте мне эту штуку. Давай. Разрешаем тебе воспользоваться специальными щипцами из Икеа. Для чего же мы их покупали? Для чего же. Не, я как-то несколько раз ими накладывал лапшу даже вот так по тарелкам что-ли. Слышите, какая красота. Что-то еще и не делал. Блин, я уже хочу кушать это. Хочешь? Я тоже. Так аппетитно выглядит. Сейчас закроем крышкой и оно еще должно маленько потушиться. Подтомиться, потушиться. Блин. Сейчас поменьше огонь. Блин, ну короче, мы все слюной зашлись. Ну терпите. Терпим. Так, тут уже накладывают. Тут уже накладывают. Скоро будем есть, значит, раз накладывают. О, классно, что осталась добавочка. Я не люблю такие, знаете, блюда на один раз. Готовят, готовят. Съелят. А я бы еще этого поел. Знаете, давайте попробовать. Дети! Ужин! Ну, так как готовила Таня, отвечать вкусно или невкусно буду я. Я уже попробовал, очень вкусно. Да, Вика? Угу. Вика сказала, вот бы у нас здесь холодильник был забит этой едой. Угу. Да. Ага. Ну, у нее сейчас рот занят, поэтому она не может это повторить. Молодой человек, он тоже наяривает. Такой пока не забрали, да? Ну, и я без грибов положила. А, да у тебя, Вика, спрашивая, где тут грибы, где мясо, понять не может. У тебя нету грибов. А ты хочешь грибы? А я тебе дам. Не, ну не хотела. Ну все, всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Готовьте. Рекомендую. Мы приехали в город. В город Красноярск. Я бы даже сказал. В центр города. В центр города большого. Да. Хотим поесть мороженое. Вот ищем. Что-то пару видели мороженых, но они закрыты были. Ну, сейчас вроде видели открыто, но она была на улице, где встречка. Поэтому приходится круголя давать. Сейчас мы туда заедем, купим мороженое и поедем на набережную. Выбирайте мороженое вместе с нами. Не переключайтесь. Не знаю даже, какой выбор. Вика, ты решила? Вика, ты определилась мороженым? Папа сейчас уже выходить будет из машины. Да, я выбирала. Какое? Шоколадная с пломбирной посыпкой. Да не бывает такого шоколадной с пломбирной посыпкой. Пломбирной? С пломбирной посыпкой. Или другой. Ну, что-нибудь шоколадное с какой-нибудь посыпкой. Там он, да, по-моему, тоже кармашек. Папа, с любой посыпкой. Любое мороженое с любой посыпкой, да? Нет. Шоколадное мороженое с любой посыпкой. Наоборот. Какое даже выбрать. А ты какое будешь? Я... Я не знаю, я буду смотреть и выбирать походу. Сейчас, Максик, попробуй. Давайте я вам... Ну, короче, купи что-нибудь. Я вам сейчас на WhatsApp позвоню и буду показывать хоть это из угла. Давай. А куриник на палочке? Куриник на палочке? Нет, это... Мне кажется, оно... Это сок, да? Это сок, наверное, какой-нибудь. Возьми себе вот шоколадный стаканчик. Может, там туда можно что-нибудь добавить? Такой будет шоколадный стаканчик? Да. Вот такой, да, шоколадный? А с орехами нет стаканчика? Да, так... С орехами. Нет. Есть с шоколадной крошкой. Может, и какие-то... Да, мне. Нет. Нет. А, телефона можно рассчитать? Ну, карты... Все, один. Не терпится. Она, бежали. Вот, вижу. вот такие мы выбрали мороженки не откусывать папа потом да если чё не переживай ты тоже не берешься чудо им так ну последнее включение на сегодня решили сказать всем пока 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 пока-пока вот я всем отличного вечера бриться потому что я очень-то как этот зарастать стал вообще обвинился ну и думаю надо попросить талия опять меня короче подровнять бока но это да это на выходных не сегодня в общем добавить больше нечего давайте спокойно будем спать давайте всем пока пока